Всем хайграй! Сегодня я вам покажу новую посылочку с конями или с понями. Небольшой спойлер в этой посылочке будет лошади 2024 года. А начнем мы с исландского жеребенка, который шел в наборе с кобылой. У него светленький носик, грива и хвостик. Сам жеребенок 2011 года выпуска. Сейчас попробую сфокусировать. Вот, видно, 2011 года выпуска. И выпущен он... Где он выпущен? Он выпущен в Тунисе. Очень неожиданно. Обычно все кони в Китае. В общем, жеребенок. И также у нас внешне же есть кобылка. Кобылка. Она, в принципе, на том же моде, что и светлая. Ну вот, эти две кобылки. Это у меня уже была светлая. А это новенькая. Она тоже... Нет, она 2014 года. 2014 года. И выпущена она тоже в Тунисе. Этот наборчик мне очень понравился. Милая кобылка, без всяких потертостей. Также еще данную кобылу я хочу сравнить с кобылой с Макдаком. В принципе, с первого взгляда они почти одинаковые. Но кобыла от Шляих более темнее. Гриба у нее более кремовая. А у Макдака она белая. Также в версии Макдональдса у нее такое более светлое брюшко. А у Шляих никакого перехода нет. Мородочки похожи. Также брюшко с этой стороны тоже похожи. А вот сзади они не похожи. Потому что у Макдональдса хвост идет отдельно. А у Шляих он прикреплен. Вот. Как они мило смотрятся вместе. Еще один исландский из-за ребенок. Только уже журнальный. Он выпущен был с журналом. Покраска у него, в принципе, хорошая. Хорошее состояние. Ну точно такой же, как вот этот же ребенок. Мне очень понравилось, что этого же ребенка такой вот коричневый носочек. Носик у него темненький. И он 2011 года. И сделан он тоже в Тунисе. Не, ну нам реально везет со старыми конями. У него немножко подгибается вот эта ножка. Но стоит он устойчиво. Хотя у других она почти точно так же. Скорее всего, она так и должна стоять. У меня есть еще один ребенок, который у меня был. И еще одна троица исландов собралась. Столько уже жеребяток. Какие они милашки. Мы дошли до лошадок 2024. И это фьерда. Фьердский жеребец. На камере он кажется более светлым. На самом деле он такой красноватый. На самом деле он очень хорошо проработан для таких годов. Потому что, если вспомнить 2019-е годы, это вообще полосочка, ремень. И грибу, хотя я бы сделала чуть-чуть побольше. Мне кажется, она тут очень маленькая. 2023 на нем написано. И это у нас мерин. Я ошиблась. Это меринный жеребец. И он сделан в Китае. Вот такой у него хвостик. Миленький жеребчик. Вот старый жеребчик. Он чуть-чуть вырос. И также чуть-чуть потемнее. Гриба у него более маленькая. А так они, в принципе, похожи. Даже не знаю, по анатомии они очень схожи. Кобылка, которой я очень сильно хотела. Из-за сердечек в грибе. И также у нее интересная поза. И очень милая морда. Правда, вот эти ноги раздвинуты очень широко. Но она очень красивая и милая. А также мне нравится, что в отличие от старой кобылы, у нее гриба эракезом. А у этой она лежащая. Кобылка также 2024 года. Это написано, что 23-го. И она сделана также в Китае. И это все коняши. Или поняши. Которые были в этой посылочке. Никого не прячу. И на этом все. Всем поиграй! Смотрите. Продолжение следует...